Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире 2019 год, международный год языков коренных народов. Никол Пашинян встретится с руководством ЕС. Конфликт Нагорного Карабаха должен быть урегулирован на основе международных норм и диалога. МИД Ирана. Лавров и ГИЛ в Сирии уничтожены. В провинции Хама сирийская армия отразила атаку террористов. Есть погибшие. На концерте к 95-летию Шарля Азнавура в Ереване выступят известные французские мастера. Книги «Патиль и Абрамян» будут выставлены 17 марта 2019 года на Парижской книжной ярмарке. Языки играют важную роль в повседневной жизни всех народов, учитывая их сложность с точки зрения самобытности, культурного разнообразия, социальной интеграции, общения, образования и также развития. Через языки народы не только пишут свою историю, свои традиции, свои воспоминания, но также выражают свою уникальность. Но что еще важнее – это будущее. Языки важны с точки зрения защиты прав человека, миростроительства, устойчивого развития, культурного разнообразия и межкультурного диалога. Несмотря на их огромную ценность, разные языки мира продолжают исчезать с тревожным темпом из-за различных факторов. Многие из них являются коренными языками коренных народов. В ответ на эти угрозы Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о правах коренных народов, объявив 2019 год – Международным годом языков коренных народов. В список исчезающих языков также входит западноармянский язык, который является единственным коренным языком Западной Армении, и уничтожение культурного наследия, созданное этим языком и его носителями на оккупированных территориях Западной Армении – ничто иное, как культурный геноцид. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 3 по 5 марта совершит рабочий визит в Бельгию, сообщает пресс-служба правительства. В рамках визита премьер проведет в Брюсселе встречу с на высшем уровне с главами структур Европейского Союза, главой Совета Европы Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могирини. После встречи Пашинян и Туск выступят с заявлением для прессы, а главой Еврокомиссии премьер даст совместную пресс-конференцию. Пашинян посетит также Европарламент, где выступит с комиссией по внешним сношениям Совета Европы. Запланировано также посещение города Левен региона Фландрии, который считается одним из университетских центров Бельгии. Премьер ознакомится с деятельностью и программами образовательных и научно-исследовательских учреждений Католического университета. Офисы передачи исследований и технологий развития научно-исследовательского центра IMEC – Центра здоровья. В рамках визита главы армянского правительства планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством образования и наукой Армении и Департаментом внешних сношений Фландрии, а также между научно-исследовательским центром IMEC и фондом «Инкубатор предприятий». Запланирована также встреча Пашиняна в Брюсселе с бизнес-представителями армянской общины. Иран готов содействовать мирному урегулированию Нагорного-Карабахского конфликта. Как передает Армен Пресс, ссылайся на IFP News. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми. «Политика Исламской республики Иран по вопросу Нагорно-Карабахского конфликта продолжает быть четкой и прозрачной. Она не изменилась. Мы считаем, что этот вопрос должен быть решен на основе международных норм и диалога», – отметил пресс-секретарь МИД Ирана. Он выразил надежду, что конфликт получит мирное разрешение, насколько возможно скорее, подчеркнув, что Иран готов содействовать мирному урегулированию конфликта. «Несмотря на полное уничтожение ИГИЛ в Сирии, говорить об окончательной победе над терроризмом в этой стране преждевременно», – заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. «После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских воздушно-космических сил ситуация в Сирии на Земле заметно стабилизировалась. ИГИЛ, как организация, претендующая на квази-государственность, уничтожена», – отметил Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству КУНА. Тем не менее, по словам министра, говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в Сирийской Арабской Республике преждевременно. «Еще многое предстоит сделать для нейтрализации спящих ячеек радикальных бандформирований», – подчеркнул Сергей Лавров. Военный источник заявил, что в воскресенье 3 марта в час 30 ночи на севере провинции Хама в направлении Аль-Масасны крупные вооруженные террористические группировки, воспользовавшись плохими погодными условиями, атаковали ряд военных пунктов с применением различных видов оружия после обстрела позиций армии в населенных пунктах Аль-Мададжен, Зор-Аль-Хейса и Хирбет-Маарин, сообщает Сана. Военные мужественно противостояли нападению, нанеся членам бандформирований большие потери в живой силе и технике. Часть убитых боевики забрали с собой при отступлении, группы других остались на поле боя. На концерте к 95-летию Шарли Азнавура в Ереване выступят известные французские мастера. Популярные исполнители Патрик Ферри, Элен Сигара, Леа Костель, Слимани и другие. Как передает Армен Пресс, памятный вечер тебе Азнавур состоится 26 мая в СКК имени Каренда Мерчана, ведущей Айк Петросян. Об этом в беседе с журналистами сказали организаторы концерта. Концертную программу планируется провести также в Москве и Париже. Продюсеры программы «Продюсерский центр», «Шахбазян», «Франция» и компания «Армцентр». Самый молодой депутат Западной Армении Патили Абрамян представит свои книги на Парижской книжной ярмарке 17 марта 2019 года и порадует наших детей сказками, легендами и мифологическими историями Западной Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение «Флора Маркарасян» песни «Мышо ворони». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлены на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!